Анастасия Кстати, у персов в зороастризме тоже, как вы и говорили, сохранилось много сведений о загробной жизни, воскресении, общем судном дне, фрошигирд, в значении делания мира совершенным. Согласно верованиям зороастрийцев, в земной мир должны прийти три саушьянта. Саушьянт — авистийское слово, причастие будущего времени от глагола «спасать». Первые два саушьянта должны будут в конце времен восстановить учение Ахура Мазды. А затем придет последний саушьянт для окончательной битвы с носителями зла — вершить страшный суд. Есть и о том, что к концу времен, когда будет исчерпан круг тысячелетних эволюций, когда восторжествует Аша истина, справедливость, добро, может окончательно установиться рай на земле, где люди будут жить счастливо, земля станет как долина, будет один язык, один закон для всех людей. И что каждый праведный человек приближает это событие преображением мира своими помыслами и деяниями. С позиции сегодняшнего дня все эти предсказания уже совсем не кажутся легендами. Ригден. Да, все зависит от самих людей, от их выбора. Просто большинство сегодня не понимает всей важности этих процессов, важности личного духовного преобразования, которое не только может открыть человеку путь в вечность, но и неизменно повлечет за собой преображение его окружающего мира. Предсказания о судном дне существуют давно. Жрецы, создавая ту или иную религию, также включали их в свои концепции. Но они использовали эти знания для своих материальных целей, делая акцент на том, что если ты будешь веровать только в их религию, то спасешься после своей смерти, восстав из мертвых в телесном воскрешении в судный день. Ну и к чему привели эти материальные подмены от ума человеческого? Да к тому, что сегодня одни вообще над этим смеются. Другие безответственно думают, что это же случится потом, тем более после моей смерти. Да когда еще настанет тот один, единственный день судный? А третий фанатично, с животным инстинктом убивает друг друга за веру, думая, что за это им воздастся там. А большинство верующих просто заставили вести себя пассивно, навязывая им мнение, что надо быть в стаде только данной религии и никакой другой. А за них все решит битва где-то там, на небесах, между ангелами и демонами. Все это проделки животного разума, извращения от жрецов, жаждущих земной власти. На самом деле в ином, духовном мире нет разделения на материальное и духовное начало. Там есть только духовное. Разделение и борьба есть в самом человеке, так как частица духовного мира, душа, помещена в материальное тело. Ангелы и демоны, которыми стращают жрецы, придумывая им разные облики. Это все, по сути, выбор человека той или иной воли. Воли от духовного мира или воли от животного разума, которую он принимает и считает потом своей. Этим выбором человек определяет свою дальнейшую участь в решающей внутренней битве. Все те же самые процессы проецируются и на общество. Причем гораздо легче победить животное начало в обществе в целом, чем каждому человеку победить его в себе. Судный день для человечества — это не один день, а общий итог того, к чему пришло человечество, все общество, от первого своего дня до последнего. Это суд живых над живыми, который творят сами же люди над собой в эпоху глобальных катаклизмов и перемен на Земле, связанных с космическими явлениями. Анастасия, да, если бы сегодня общество имело вектор развития в духовном направлении, а во главе идею всеобщего объединения на основе дружбы и взаимопомощи между народами, то действительно, учитывая нынешние технические возможности, у него был бы шанс пережить этот период. А с таким раздором, который творится сейчас, из-за нагнетания политиками и жрецами вражды между народами, вряд ли оно будет иметь будущее. Но все на самом деле в руках людей. Когда-то вы упоминали, что в жизни настоящего человека всегда найдется место для ратного подвига. Как говорится в народе, душа всему мера. Ригден, совершенно верно. К сожалению, современный мир оставляет желать лучшего. Хотя, все течет, все меняется. Как показывает практика, идеи глобального характера реализуются только тогда, когда они опираются на единые стремления и действия большинства людей, на консолидацию усилий в общих интересах разных групп. Так что ситуацию еще можно изменить самим людям. Было бы желание. Анастасия, так чего же людям не хватает для такого ратного духовного подвига ради будущего всего человечества? Возможно, в обществе просто недостаточно исконных знаний, которые, по сути, когда-то объединяли всех людей в их главных духовных устремлениях. Ригден, я уже говорил, но все-таки сформулирую в общих чертах итог ранее сказанного. Учитывая наличие в разных культурах знаков, символов, тех или иных духовных зерен, любой человек может сделать выводы, что знания как таковые были во все времена. Более того, они есть и сейчас. И если человек истинно желает духовного, он может их найти. Но дело в том, что современный человек с его материальным мировоззрением — это продукт нынешнего общества. А общество на данный момент, к сожалению, имеет потребительский формат мышления, где люди все чаще становятся жертвами животного разума, проводниками его воли, рабами на его галерах. Ведь, пребывая в состоянии доминации животного начала, человек будет видеть даже в духовных знаниях только еще одну возможность для получения материальной выгоды, удовлетворения своей значимости и других качеств животного начала. А значит, будут множественные подмены и отсутствие реального духовного роста даже при наличии знаний как таковых. Не будем даже углубляться в историю. Давай рассмотрим простой пример с твоими книгами, который, по сути, типично характеризует ситуацию в целом. Не успели они выйти в свет, как помимо людей, стремящихся к познаниям, тут же появились те, кто стал использовать знания из этих книг для поднятия личного имиджа и укрепления авторитета, пиара своих концепций от материального мышления, удовлетворения мании величия своей значимости. Некоторые из них, прикрываясь этими знаниями, стали называть себя учителями или приближенными, пытаясь таким образом заработать на этой информации, если не деньги, то хотя бы личный авторитет. А ведь знания для того и даны в книге, чтобы была возможность распространить их среди людей в чистом виде, без посредников, вещающих от ума, которые по своему незнанию и неразумению искажают их суть. Этих людей, конечно, жаль, ведь именно духовное начало побуждает их поделиться с людьми полученной информацией, а их мышление, закодированное основами и постулатами предыдущего опыта, приобретённого в различных религиях, сектах, перенаправляет это желание и силу, исходящую от души, в прочерченное уже в сознании материальное русло. Вот и получается в их исполнении целая вакханалия. Они пытаются учить других, указывать, как тем следует делать медитации, будучи эгоистичными натурами, не разобравшись в себе. Они считают, что им позволено вносить изменения в медитативные техники, комбинировать, искажать, модифицировать их на основе своего предыдущего опыта, приобретённого в различных сомнительных заведениях оккультного и религиозного характера. В общем, пытаются учить других от своего ума человеческого. А ведь их воз и ныне там. В книгах даны точные инструменты, а эти люди по незнанию своему пытаются их испортить. Но, как известно, плохим инструментом хорошего не построишь. Так это происходит сейчас, при твоей жизни, на твоих глазах. А что будет через сто лет, не говоря уже о тысячелетиях, если, конечно, у этой цивилизации будет это время? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова